Многое менять надо. Столько лет мышления было одно. Лучшая защита – это нападение. Люди с собой разговаривают, а народ не понимает, о чем они. Наши селебрити массово покрываются. Конкретно, что вот ты закрывать должен ступню или не надевать сережки и ушки не открывать, то есть такого там не написано. А сегодня вы готовы продолжить путь с мимбатами? Готовы ли принять меня в правительстве? Вот тот вопрос еще. А. Здравствуйте, дорогие зрители «Голоса народа». Я Назира Айдарбек. И сегодня в гостях нашей студии известный дизайнер, психолог и общественный деятель Курлайна Рукодилова. Курлайна Рукодилова, здравствуйте. Спасибо, что согласились на интервью. Рады вас видеть. Вообще, внимание к вашей персоне произошло после вашего комментария под нашим постом видео, где на тот момент исполняющая обязанности министра иностранных дел Назира Нурбаева, выступая в Мажелисе, не смогла связать и нескольких слов. Там вы раскритиковали не только ее речь, но и внешний вид. Как, по-вашему, сегодня должен выглядеть настоящий политик? Настоящий политик – это работа, это большая ответственность. И он работает не только для себя, а для народа. Народ это понимает. Понимает ли это нынешний политик? Вот тот вопрос еще. То есть, чего не хватает нашим нынешним политикам – это эмпатии. То есть, это возможность чувствовать другого человека. То есть, как только народ это чувствует, что нет вот этой эмпатии, тот же журналист, который задает вопросы, что политик готов на диалог. Это энергетически чувствуется, это вот, ну, чувствуется на таких ощущениях, да, мы все батарейки, да, и мы транслируем что-либо. Поэтому, конечно, это один из главных факторов, но не полностью. То есть, необходима, конечно, работа над собой. То есть, это большая работа, то есть, как бы люди хотят услышать конкретные, внятные ответы. И реально, если ты находишься на какой-то определенной должности, где необходима экспертность, соответственно, то есть, человек должен ответить конкретно по фактам. Да, есть, например, да, при применении, например, фактов, законов, статистики, но они должны даже быть более понятными тоже для людей, чтобы, знаете, ощущения не было, что они между собой разговаривают, а народ не понимает, о чем они. Что я заметила еще у Назиры, это сдутая энергия. Вот это вот, ну, даже не речь, оно в комплексе, да, то есть, вот это все в целом, значит, человек, который, ну, вот, может быть, она специалистом, к примеру, который там может писать, там где-то в документах, может быть, ну, как бы я не изучала ее сильно, но в целом, то есть, человек все равно, так же, как и умеет там оформлять документы, писать, должен уметь выдать это языком, то есть, наружу. Одно дело уметь думать, да, бывают умные люди, но не могут выдать. Поэтому, как бы, конечно, здесь такой, значит, что вообще в целом возмутило людей, то, что именно дипломатия, это именно то, что является лицом государства. А лицо государства и вообще любой политик должен все-таки создать свой имидж. Вообще в мировой практике есть понятие работы имиджмейкера над политиком. У нас, как вот с советского времени пришло, вот только вот, наверное, там, президент только пользовался тем, что имиджмейкер работал. И, к примеру, значит, работали над политическими лидерами, к примеру, там, партии. Вот. Но редко кто использовал имиджмейкеров, к примеру, они считают, что на это не надо тратить деньги. То есть, и, возможно, специалистов особо, они и не знают, кто это может сделать. И поэтому в наших большинстве случаев те, кто, значит, у поста, их одевают жены. Понимаете? А жена умеет одеваться или не умеет, разбирается в этом или не разбирается, еще тот вопрос. То есть, она должна еще разбираться в том, какую речь он несет. То есть, если он выходит к народу, например, на завод выезжает, или к шахтерам, то есть здесь уже неудобно, к примеру, быть в костюме. То есть, это должна быть там, например, бомбер, курточка какая-то, без галстука, да, это поло может быть, это может рубашка, расстегнутая на одну пуговицу. То есть, или же, это может быть, ну, то есть, одежда такая, более ближе к народу, чтобы понимать, чтобы народ чувствовал, что не было диссонанса. Это потому что визуализация тоже очень имеет большое значение. И что еще? Речь, текст другой. То есть, спичрайтеры должны написать речь, которая понятна для этого народа. И там, например, по факту, по статистике, мы, вот, знаете, сделали, там, увеличили ВВП, и вы молодцы. Ведь о каком ВВП вообще? Что такое ВВП для простого человека? Понимаете, да? То есть, вот почему вот это вот, вот эта вот пропасть произошла, потому что вот там разговаривают как-то вот что-то на официальном своем государственном языке, да? И поэтому приходится новостным порталом иногда порой расшифровывать, да? То, что вот простым языком, да? То есть, и то, и то иногда порой не поймешь, что вообще там вообще, какой закон издали. Иногда кажется, как будто даже это намеренно делается, чтобы простые люди не поняли, что они хотят сделать. Вот наследие, которое мы получили еще в советское время, в принципе, это использовалось для того, чтобы народ был вне осознанности. То есть, это политика партии была еще с советского времени. То есть, чтобы управлять людьми, то есть, необходимо было создавать такие программы, которые, например, в советское время там планы партии, планы народа, да, к примеру, пятилетка, там, все, за пятилетку, значит, определялись четко какие-то там задачи. А зачем они нужны? Как они там это? То есть, ну, исполнять? Исполняли, потому что издали все, эту пятилетку. То есть, это называется в психологии фиксированные идеи. Это идеи, принятые без собственного анализа. То есть, и поэтому народу не давали долгое время давать анализ. Понимаете? То есть, и как бы люди не понимали, то есть, как бы, да, что нужно вообще анализировать. Мы это понимаем теперь от наших родителей, которые, как приняли, вот то, что было раньше, да, вот так вот, они с этим и уходят. Нет, нельзя вот здесь вот высовываться здесь нельзя. Ну, мы это везде, да, когда в личных проработках особенно. То есть, в истории семьи, то с советского времени люди, которые пришли, они консервативны. И они очень адаптированы. Есть два типа людей. Адаптированные, адаптивные и спонтанные, да. Сейчас поколение спонтанное. Куда хочу, туда пойду. Что хочу, то и делаю. Вы вообще объясните мне, что я хочу. Понимаете? А что вообще я должен делать? Зачем мне это? Понимаете? И поэтому сейчас правительство должно разговаривать так, что это потому, что вот так вот. Или давайте обсудим. Или сделаем референдум на эту тему, да, и реально делаем, да, например, да, ну, какую-то тему. Поэтому, конечно, люди сейчас задают огромное количество вопросов, журналисты особенно. Зачем это? Как? И журналист задает, когда вопрос, например, представитель правительства не может, например, там, ответить на это. А кем не может ответить? Зачем это? Потому что тоталитарная, вот оттуда, пришедшая, еще те, старая гвардия особенно, она вот так вот, то есть сверху, то есть, да, я сказал, ты должен выполнить. То есть вот это вот такая вот пришла, ну, как бы, история от оттуда. И перестроиться еще пока не могут. То есть, как говорится, как слова Ленина, низы по-старому не хотят, а верхы тоже не хотят, по-новому, да. Да, вот. И поэтому вот этот вот такой диссонанс появляется, да, кто как на каком языке разговаривает. То есть, как будто бы разговаривает на разных языках. Вроде бы об одном и том же. А что по поведению? Я бы хотела, знаете, привести пример всем известный нам, ну, уже не работающий, но всем известный Даниил Ахметов, который вот, общаясь с общественностью, применял метод «Лучшая защита — это нападение». Даниил Ахметов, он из той гвардии, где говорили всегда вот именно авторитарно. Ну, у него есть эта харизма, да, то есть, и он как бы привык как бы разговаривать таким тоном, да, то есть, что его слушают безоговорочно и выполняют. То есть, опять-таки, вот эта привычка осталась, что на журналистов можно влиять, вырезав, значит, вот публикации, да, и не допустив до эфира, но как бы вот где-то он в этом плане не перестроился, не перестроился, потому что все-таки уже ну вот такая вот осталась привычка разговаривать таким образом, что все, безусловно, его слушали. Причем все-таки после поста премьер-министра, например, если взять, то это понижение все равно, то есть, премьер-министр и на Акима уйти в любом случае, да, для него это понижение. Поэтому при его авторитете, при его возрасте, да, из того, что он там еще из той гвардии, да, авторитете среди очень многих, да, тех, кто когда-то там руководил, он остался одним из, как говорится, последний из магикан, почти, вот я так думаю, что один из магикан, и получается, что он, значит, естественно, не терпит возражений, то есть, да, он, если говорит, то должны четко принимать то, что он посчитал нужным, вот, умеет аргументировать, умеет говорить, то есть, это вот тот политик, который достаточно яркий, по нему можно изучать, что такое харизма, к примеру, так же, как и по, например, примерам многих тех, которые в старом Казахстане, то есть, к сожалению, в новом Казахстане очень мало таких, я даже, ну, особо так и не особо замечаю, там их можно по пальцу, может, посчитать, и то, вот, знаете, тут еще короткое какое-то такое еще, пока их путь, поэтому, как бы, сложно еще понять, как там дальше выстроиться. Наше обсуждение про старый Казахстан, раз оно началось, я все-таки хочу спросить про несколько персон, имена которых сразу приходят на ум, это Кванг Бешимбаев, Аскар Мамин и Арстамбек Мухаммедиулы, ну, известные чиновники бывшие, как бы вы охарактеризовали их поведение, имидж в Казахнарода? Бешимбаева стала изучать после того, как все случилось, как психолог изучала, дам портрет такой, внешность у него детская, то есть архетип, хороший мальчик, есть, конечно, даже в хороших, нормальных интервью, в которых он выступает, как эксперт, а эксперт он хороший, как эксперт, как хороший, он четко знал, о чем говорить, да, но выдает его нервная улыбка, уголки губ, то есть он улыбается, и при этом вот это вот придает ему какое-то обаяние, да, то есть, и если судить по истории происшествия вот этих двух дней, сидеть сутки там, или там, пусть полдня, пусть хоть час, да, когда реально эти травмы, которые были нанесены на салтанат, и он сидел и кушал, то есть, да, это говорит о психопатической личности, то есть только психопат может сидеть спокойно кушать, то есть как бы, значит, он собственник, то есть мое, это мое, то есть, и это дается из портрета, опять-таки, хорошего мальчика, когда капризно там, моя, да, то есть вот это такое вот, да, и, значит, я хочу, да, возьму, понимаете, это мое, значит, это никому не отдам, вот типа такого, вот, поэтому, конечно, это вот доводит до каких-то истерик и капризов, то есть, ну, он не мальчик, он уже взрослый мужчина, и при этом он четко умеет аргументировать, например, там, я прослушала суд, самый первый, когда за, значит, хищение, к примеру, он выступал, и он очень уверенно выступает, он умеет создать, значит, картинку, то есть, видно в нем, что его воспитали держать марку, эмоции его скрыты внутри, то есть, и вот поэтому, как бы, по внешней оболочке невозможно считать очень сложно считать, о чем он думает, то есть, только истерики могут выдать его, и, но он хорошо, самообладанием хорошим, как бы, обладает, то есть, и он, когда говорит, он может очень хорошо врать, то есть, у него есть четко, например, он умеет приводить к этому какие-то аргументы, факты, то есть, да, и прям, ну, речь у него грамотная, и поэтому, конечно, четко понять, например, что по его облику, да, такой вот, няшный такой, это вот образ, вот, когда в очках, такой вот, этот вот, тот же, я не могу сравнить конкретно с Чикатило, ну, привязать на образ, да, с того тоже несколько лет не могли считать, что он вообще может, то же самое, то есть, практически, поэтому, как бы, здесь что-то, возможно, что-то в детстве, было, что скрыли его, значит, ощущения, чувства, которые он хотел выдать, да, выдавать, но еще при этом воспитали в нем держать вот это лицо, вот, и он умел это держать, лицо, поэтому, и меня очень сильно в истории еще смутило, что, посмотрев вот его историю, вот, должностей, каждый год он менял должности, кроме Байтирека и Самурказна, он два года и три года, то есть, как бы, он каждый год менял, шел на повышение, на повышение, то есть, он, возможно, еще, хоть аралмада, не смог осилить это, поднять, то есть, вот этот вот момент, что, понимаете, вот, особенно, когда человек все-таки избегает ответственности, вот эта вот вседозволенность появляется, и вот, как бы, есть, кстати, высокомерие, есть и гордыня, высокомерие, вот это вот, ну, как бы, у него чувствуются осанки, то есть, да, по спине даже, то есть, ну, какие-то вот такие моменты у него есть, то есть, поэтому, вот это вот, типа, ты мне, типа, отказываешь, да, типа, это вот, может, выбесить его, то есть, вот это вот, я расшифровку такую даю. А что насчет сурового вида Оскара Мамина? У него внешность, сама по себе, да, у него чувствуется харизма, то есть, он такой видный, ему повезло с внешностью, потому что такие, ну, глаза такие, да, у него яркие, и, по-моему, он высокого роста, то есть, он такой вот, четкий такой вот по теле, по телу, поэтому, конечно, вот эта вот внешность, она тоже имеет значение для политика. А Арстамбек Мухаммедович? Арстамбек тоже повезло, кстати, с внешностью, особенно с его сединой, да, то есть, человек, который, как бы, тоже умеет разговаривать, да, человек все-таки искусства, да, и, в принципе, вот это обаяние, как бы, оно, по-своему, позволяло ему где-то какие-то моменты допускать, вот именно в своей карьере. Он четко понимал, что, ну, вот старая гвардия понимает, что, понимала, что они безнаказаны, где-то, что вседозволенность такая вот эта вот, да, также, и почему вот это все вечно, мы сейчас в новостях, да, по два, по три случая, чуть ли не десять случаев, там, один, там, например, силовик изнасиловал девочку, значит, еще кто-то там, этот, муфти в свое время даже изнасиловал там 16-летнюю, за это ему руку сломали, самую первую муфти, которая в Алматы был, да, тогда центральная мечеть была, то есть, понимаете, то есть, вот эта вот вседозволенность, она, то есть, и вот она шокирует, и вот до сих пор, еще пока, она не вынесена из головы, что вот, потому что покрывается, потому что, например, там, где-то на судах, да, это все естественно, все тоже как бы нивелировалось это и смазывалось, то есть, и поэтому, конечно, народ возмущен. Ну да, раньше они могли вести себя так, как хотят, и ничего не будет, сейчас все-таки современным политикам нужно держать марку, потому что общественность более пристальнее следит. Знаете, вот скажу так, что опять-таки, что построилось тогда, это давать конкретно планы партии, планы народа, и ты должен был выполнять, даже построение Астаны, это тоже выведение фокуса людей, то есть идеологию не дашь, да, к примеру, там, все разные уже стали, если в советское время все одинаковые и легче управлять, то уже за 30 лет, то есть все разные, кто предприниматель, кто художник, кто блогер, кто что, да, то есть, и нужно что, чем-то какая-то цель, цель, и построение Астаны или Экспо, всем, о, можно заработать, да, то есть можно переехать, можно перспективу найти, можно из, и появились новые имена, новые это, да, то есть это была цель страны, и это было не просто так, поэтому, как бы, вот, и, ну, вот то, что мы говорим, значит, они не перестроились, получается, но хотят влиять также по-старому, и народ стал осознанный, то есть, я 26 лет работаю над осознанностью народа нашего, сейчас я работаю над ментальным здоровьем нации, да, то есть изучаю это дело, что произошло, как было, там, аналитику веду, да, и тем самым, как бы, ну, планирую публикации какие-то, которые объяснять станут для людей, что вообще произошло, почему люди вот так вот, да, почему насилия много, почему там отказников много, у казашек, да, у девушек раньше такого не было, то есть, ну, так вот, ну, не так в таком количестве, там, почему народ там, как голодные там, бросаются на бесплатный плов, да, то есть, ну, это же, понимаете, ментальное здоровье уже не здоровье нашего народа, нашей нации, и это страшно, поэтому, как бы, вот, вот эта неосознанность, которая была раньше, вот, так сказали, так делай, сейчас привело к осознанности, и вот нужно быть готовым к этому, то есть, что народ понимает, понимаете, и такие люди, по идее, вроде такой народ, не выгоден правительству, по идее, не выгоден, потому что им сложнее управлять, поэтому нужны для этого штрафы, какие-то страхи, новостные какие-то моменты, и так далее, и так далее, которые могут влиять над психикой человека, кстати, я не рассказала про отца, всех про всех рассказала, про отца не рассказала, я очень много лет изучаю его личность, изучаю, как он умел разговаривать с людьми, на самом деле, у него присутствовала огромная эмпатия, почему его личность и до сих пор тепла в сердце народа, потому что энергетически вообще в речи, и искренняя, кстати, у политика тоже должна быть своя собственная реальная искренность, он должен быть искренний, он должен быть такой, какой он есть, без всяких купюр, и на самом деле люди должны понимать, что он не забыл про человечность, и вот эта человечность была в нём, то есть и при этом он понимал, каким бы он большим человеком не был, если он, например, в ауле с кем-то будет здороваться, обниматься, разговаривать долго, от этого он не перестанет быть Замамбеком Нуркодиловым, понимаете, это главное, а те, кто именно трясутся за свои мечты, они и пытаются вот это вот, понимаете, то есть как бы и в нём присутствовала вот эта вот эмпатия, которая реально в делах ещё и подтверждалась, и люди, которые с ним встречались, и я многих встречаю до сих пор, комментарии, которые видели хоть раз, хоть на короткое время, очень хорошо отзываются на самом деле о нём, и рассказывают, какой он был интересный как личность, как харизматик, и вот какая-то энергия, я изучала вот эту харизму, которая реально могла вот прям вот так вот, если я тряслась перед ним в кабинете, что говорить о других, и реально так и было, то есть на то время говорили, там двухметровый генерал, прям вот так вот сгибался, когда он начинал просто вот, да, и он говорил, быстро разберитесь с этим вопросом, да, на общих собраниях, здесь сидит народ, вот и на первых рядах руководители, например, там подразделения определённо, где вот за свет отвечают, за там отопление, за ещё за что-то, да, и он такой говорит, вставай, смес, что там, да, если за там полчаса ты мне там не доложишь, что типа, да, снимают тебя с должности, понимаете, то есть это чётко было, там не было такого, что там типа, ну, ты там, может выговор, может быть там, пересадим тебя потом на другую должность, понимаете, нет, чётко понимали, что если тот человек не выполнит, он должен уйти с этого поста навсегда, его авторитет, просто его мнение, и его, значит, играло большое значение для авторитета многих людей, очень много, конечно, людей, которых он в своё время поставил, но, к сожалению, время изменило их не в самую, иногда, в некоторую лучшую сторону. Раз мы начали говорить про вашего отца, такой вопрос, ваш отец был выдающимся политиком, но вы стали дизайнером, не хотел ли он видеть вас на политической арене, и вообще, как он повлиял на вашу жизнь, на вашу судьбу? Знаете, в то время, когда я начинала, я начала в тот день, когда узнала, что его сняли с поста мэра, это произошло в ночь, да, и я понимала, значит, стратегическое такое мышление, это у меня от отца, видать, я понимала, что мне нужно создавать новую историю, да, и поддержку какой-то фамилии, то есть для меня дизайнерство, это был только инструмент для популяризации, то есть если бы я пошла бы тогда в политику, то есть, во-первых, я была молода, во-вторых, понимала, что еще пока молода, мне нужно набраться, там, компетенции какой-то, и так далее, и так далее, и я не могла пересекаться с ним, позже уже у нас произошел, кстати, разговор, я как-то задавала ему вопрос, я прям специально пришла к нему на прием, и задала вопрос, идти мне в политику или нет, ну, как бы он меня послушал, долго думал, он такой задумался, и я думаю, ё-моё, зачем я сюда пришла, а он когда вот начинал задумываться, и тут или же ты получишь тут люлей, да, и причем он мог так обрушить свой гнев, или же он засмеется, да, и как солнце какое-то, как будто сразу так, фух, и так туча над тобой, да, нависает, да моклов меч, и тут, значит, это, и туча, как будто бы этот меч, как будто растворяется, когда он смеется, и ты не знаешь, как он среагирует, и он задумался, думал, 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 и потом такой, как засмеялся от всей души такой, и говорит, да, не хватало, говорит, политики двух Нуркодиловых, он мне посоветовал поймать рекламную паузу, прям цитирую, поймай рекламную паузу, собери голоса для партии, да, ты лидер, можешь пойти, но, как только соберешь голоса, поймай рекламную паузу, и потом уже, подумай, надо тебе это, или не надо. И что вы тогда решили? На тот момент я поймала рекламную паузу, и поняла, что для меня свободное мое творчество, то есть, даже не само творчество, творчество-то для меня даже по моим знаниям оно мелко, по моим каким-то определенному опыту, даже там уже, и знаниям того, как, например, уметь надо руководить, править, какие-то там моменты, знаю, то есть, как бы, поэтому я много раз планировала, каждый раз откладывала, то не время, то еще что-то, то есть, для этого нужно было какие-то определенные моменты, что я должна, да, если прийти, то реально быть. А сегодня вы готовы продолжить путь своего отца? Я не могу сказать, знаете, есть такое слово, не зарекайся, да, то есть, для этого должно быть готово, и не только, как бы, да, желание, там, меня принять от народа, а это очень важно, ну, и вместе с тем, видеть меня просто как куралай, а не даже дочь, потому что мой путь, он должен быть моим путем, понятное дело, я все равно буду говорить из призмы, там, воспитания отца, да, к примеру, да, его портрета, и готово ли принять меня, вот, правительство, вот тот вопрос еще, поэтому, как бы, я не скажу, что я там сижу, жду, да, к примеру, задумываюсь об этом, и, ну, кто его знает, может быть, какие-то моменты могут меня туда направить, мне надо понять это, мне для самой себя нужно это понять, да, кем я должна быть, какой я должна быть, то есть, что именно я должна, если я туда пойду, я что должна дать народу, что я могу, чем я могу быть полезна, для меня главное, чем я могу быть полезна для народа, понимаете, и мне хочется, чтобы, конечно, вот, реально наша страна, она вот с колен ее нужно поднимать. Сейчас такой переходный момент, когда Тукаеву, вот именно бывает у некоторых политиков, попадают они в переменное время. И очень непростое время. И за короткий срок очень сложно его сразу поднять. К примеру, многое менять надо. Столько лет мышления было одно, и вообще все в системе было одно. А теперь все это, это или радикально, или очень мягенько. А мягенько народ не особо хочет. Последний вопрос. Но беседуя с одним из главных законодателей моды Казахстана, я не могу не спросить про современный стиль наших девушек, в частности представителей шоу-бизнеса. Наши селебрити массово покрывают. В чем причина? Что за тенденция, как вы думаете? Ну, знаете, опять-таки, у наших звезд страдало все-таки по поводу имиджа построения, к примеру. И если что-то становится трендом, порой бегут за этим. Я не говорю о том, что кто-то отдельно взятые личности, к которому мы к этому пришли осознанно. например, Нуртас Адамбай, он как бы пришел к этому осознанно. Вот он пришел, и он в исламе. Значит, и кто-то надевает платок и снимает. Потому что там модно, или же, к примеру, кто-то продвигает платки, заплатили блогерам, они надели и сфотографировались. Я хочу так. Это, конечно, создает такой общий фон, что все пошли за этим трендом, и трудно выявить, кто искренне. То есть такие вещи, например, Вера, Валаха, кого-то, они не афишируются. То есть если это реально я надела платок, то, значит, это тренд. Если человек просто спокойно перешел в это, и он на это не делает акценты, я читаю намаз, я то-то, то-то, то есть это тоже считывается. Я просто не наблюдала конкретно за кем-либо. Я знаю, вроде бы, Мульдера одевала, надевала и снимала, по-моему, я не помню, точно кто-то так говорил, что надела, потом сняла, потом заметно вроде бы было людям. То есть я поэтому могу только этот пример возможно применить, а на самом деле как бы конечно, это серьезная вещь. Когда-то в свое время, в 2000 году ко мне обратился Бас Муфти, значит, на то время Бас Муфти был Абсатар Каже Дербисалиев. Обратился ко мне с вопросом то, что Куралай все надевали, пришла исламизация, даже они, вот, и сплошь да рядом черное, то есть это не наше, и ну как бы нужно что-то, вот, культуру какую-то привести. И тогда значит, он попросил организовать крупные три показа с конкурсами дизайнеров, ну и я свои показы тоже делала там в рамках этого, этих мероприятия с одеждой как могла бы выглядеть например казашка в хиджабе. Тогда мы создали такие интересные красивые образы, чтобы показать как это должно быть. Прошло очень много времени, то есть да, и в принципе я сейчас вижу когда девушки уже от черного ушли, слава богу, да, в яркую одежду и как бы это уже наши цвета. вот и казахшай и тхандай ашк тустир и сонумен в целом тогда мы, кстати, делали один из показов в Астане делали в Риксес и приехали дизайнеры с исламских стран Малайзия, по-моему, Сингапур, еще Дубай приехали дизайнеры и приехали Бас-Муфти тех стран. Я с ними лично разговаривала, то есть Коран я изучаю давно и задала вопрос. Я, во-первых, увидела у дизайнеров, они в сандаликах открытые ноги и ушки у них открытые, то есть у них были красивые тюрбаны, волосы только закрытые, а ушки открытые, красивые сережки. А у нас все стали закрывать и даже ботинки закрытые летом. И я задаю вопрос, я говорю, конкретно в Коране есть такое, что ты закрываешь именно часть, ступню, и уши, мочки ушей, можно открывать или нет. И мне ответили, с тех, которые давно ислам, Куралай, в Коран, он интерпретировался, например, от прапрапрапрадеда одним вариантом, потом прапрапрапрадедом и так далее, и так далее, и до деда, до отца дошло в определенной интерпретации. И конкретно, что ты закрывать должен ступню или не надевать сережки и ушки не открывать, то есть такого там не написано. Понимаете? То есть поэтому, конечно, я рада, что мы пришли к нашим цветам, ашх, тустырги, и поэтому, конечно, в этом я еще до сих пор, кстати, держу связь именно с администрацией муфтиата и задавала вопрос по поводу последних этих моментов про школу. И как психолог и как они тоже интерпретируют, на одном мы сошлись на том, что ребенок, он еще пока, во-первых, Куран создан для взрослых, для мужчины и женщины, и значит, Куран, Мецеду, Мецеду, Ислам, да, вот в Исламе мужчина и женщина, это прописано тоже там, а вот у ребенка психика очень мягкая, она адаптивно может подстроиться под что угодно, и поэтому, значит, до определенного возраста еще пока рано конкретно, да, он может быть в мечети, он может там видеть молящихся родителей, и сам должен принять это решение, вот, то есть, конкретно, мы же не можем сейчас определить, да, то есть, это давление родителей или не давление родителей, или сам ребенок, да, к примеру, надел, вот, поэтому, как бы, есть возраст, в котором, например, я в Дубае была, дети, спокойно, девочки, бегают вот с открытыми волосами, вот, и чуть постарше, уже, по-моему, где-то подросток, или где-то, я сейчас точно не помню возраст, а они уже надевают, то есть, как бы, это их личная воля, то есть, там нету, то есть, в Коране также, ты не можешь давить на человека, чтобы он принимал ислам, вот, как бы, вот, такой момент, это вот чисто, вот, как по вот этому моменту. Спасибо большое за ваши откровения, за ваши интересные ответы. Дорогие зрители, подписывайтесь на «Голос народа», ставьте лайки и следите за нашим контентом.